В последнее время цифровые программируемые терморегуляторы пользуются все большим спросом. Это вполне легко можно объяснить. Сейчас век цифровых технологий, и всем приятно управлять системой отопления со смартфона. И было бы здорово, если бы у нас была возможность, например, выезжая на дачу, со смартфона включить систему отопления, так чтобы, когда мы находимся час или полтора часа в дороге, наш дом был уже теплым, и система отопления успела заработать. И как раз сегодня мы хотим рассказать вам о таком цифровом терморегуляторе, который недавно начал поставляться в крупную сеть строительных гипермаркетов. Пользуется там хорошим спросом и, соответственно, вызывает много вопросов в процессе настройки, в процессе покупки, в процессе выбора у многих покупателей. Принцип работы терморегулятора достаточно простой. На терморегуляторе мы задаем температуру поддержания, и когда у нас температура на термодатчике будет меньше на 1 градус, чем заданная, система отопления будет включаться. Когда температура на 1 градус выше, чем температура, заданная на терморегуляторе, система отопления будет выключаться. Таким образом происходит процесс поддержания температуры. Управлять можно различными нагрузками. Например, мы можем таким образом управлять электрическими конвекторами. В этом случае мы должны использовать датчик температуры воздуха, который может быть встроен в сам терморегулятор. Второй вариант — это управление системами водяных либо электрических теплых полов. Если перед нами стоит задача управления температурой поверхности теплого пола, в этом случае мы должны управлять терморегулятором по выносному датчику, который встраивается в теплый пол. По видам терморегуляторов, какие они бывают и что можно выбрать для себя. Первый вариант самый простой — это аналоговый терморегулятор. На аналоговом терморегуляторе у нас есть поворотная рукоятка. С помощью поворотной рукоятки мы задаем температуру поддержания. Просто выбираем ее в ручном режиме, и дальше терморегулятор будет отрабатывать тогда, когда у нас температура будет немножко изменяться в пределах заданной температуры поддержания. В чем плюс такого терморегулятора? Управление очень простое. То есть мы в ручном режиме выбрали на шкале температуру поддержания, все, терморегулятор работает. В чем его минус? Ну, минус, честно говоря, вытекает из его плюса. Мы управляем таким терморегулятором в ручном режиме. То есть выходя на улицу из нашего дома, если мы идем на прогулку с детьми, если мы идем на работу, мы должны не забыть выключить нагрузку. То есть выключить систему отопления, выключить теплые полы. Когда мы приходим домой, мы должны в ручном режиме включить теплый пол, для того, чтобы его поверхность радовала нас своей комфортной теплой температурой. Это немножко неудобно, поскольку мы в ручном режиме должны постоянно им управлять, не забывать его включать и выключать. Так делать можно, но есть вариант использовать программируемые терморегуляторы. На программируемом терморегуляторе мы можем задать интервалы, временные интервалы, в которые наш теплый пол или наши конвекторы будут работать. Например, мы живем обычно по какому-то заданному расписанию. В такое-то время мы встаем, в такое-то время мы завтракаем, идем на работу в рабочий день, возвращаемся с работы. Было бы логично, чтобы в то время, когда мы отсутствуем, теплый пол не работал. Поэтому мы можем задать просто временной интервал, в который терморегулятор будет включать, например, электрические или водяные теплые полы. Можем задать те интервалы, в которые обогрев должен быть заведомо отключен. То же самое можно сделать отдельно для рабочего дня, отдельно для выходного дня. Некоторые модели терморегуляторов позволяют задать конкретные даты, в которые нагрузка должна быть заведомо выключена. Например, мы планируем отпуск, мы на две недели уедем куда-нибудь в теплую страну или на теплый российский берег. И тогда у нас, конечно, теплые полы работать не должны, они никого не будут радовать своим теплом, мы будем напрасно расходовать электроэнергию. В этом случае программируемый терморегулятор обладает очевидными плюсами, и он будет давать нам энергоэффективное решение, которое будет радовать и нас, и домочадцев, и отдельно будет радовать тех, кто экономит свои средства на оплате электроэнергии. Особенно если речь идет о частном доме. Если у вас частный дом, система отопления на базе электрических конвекторов, вы сами представляете, какие у вас платежки, особенно в зимний период, в холодный период времени, и сколько денег программируемый терморегулятор может вам сэкономить просто вот на таких простых вещах, как задание временных интервалов, как задание конкретных дат, когда вас не будет дома, когда дом греть не стоит. Самые современные терморегуляторы – это не только просто программируемые терморегуляторы, но и терморегуляторы, которые позволяют управлять отоплением со смартфона. Ну, представляете, как это удобно. У вас за городом есть дача, вы живете в городской квартире. Вы, выезжая из городской квартиры по вашему смартфону, включаете систему отопления. Вы приезжаете в дом, который уже успеет согреться к тому моменту, когда вы туда приедете. При том, что в обычное время терморегулятор поддерживает небольшую температуру, порядка 50 градусов, для того, чтобы просто в доме не замерзнуть коммуникации. Это очень удобно, но для этого решения необходимо, чтобы на вашей даче было стабильное энергоснабжение, то есть стабильно подавалось электричество и был стабильный Wi-Fi. Давайте посмотрим комплект поставки. Вот у меня в руках терморегулятор, который сейчас поставляется в одну из крупнейших сетей строительных гипермаркетов. Что входит в комплект поставки? Каждый такой терморегулятор должен сопровождаться с понятной инструкцией, с паспортом, ну, если он сделан хорошим производителем с печатью ОТК, который подтверждает то, что терморегулятор на гарантии. В этой инструкции расписаны полностью все его технические характеристики, все подключение, вся настройка. Как выглядит непосредственно терморегулятор? Вот вытаскиваем, смотрим, что у нас входит в комплект поставки. Вот он терморегулятор с сенсорным дисплеем. Сенсорный дисплей устанавливается на блок терморегулятора. Таким образом, в данном случае у нас, кстати, два датчика. Мы можем выбирать. Первый датчик — это датчик температуры поверхности пола. Второй — датчик температуры воздуха. Это то, о чем мы говорили в самом начале. Если мы будем с вами управлять системой электрических конвекторов, то мы должны выбрать датчик температуры воздуха. И тогда у нас включаться и отключаться система электрообогрева будет по температуре воздуха, который в данный момент есть в помещении. Но представьте себе, да, у нас не было бы терморегулятора. В этом случае мы должны были бы вручную запустить систему отопления, вручную включить все конвекторы и смотреть, как нам комфортно, некомфортно, нам жарко или нам холодно. В этом случае, если у нас система питания электрических конвекторов будет включать в себя вот такой элемент, будет включать в себя терморегулятор, все это включение и отключение будет происходить в автоматическом режиме при той температуре, которую мы задали руками как температуру комфортную. комфортно для нас температура воздуха второй вариант датчик это датчик температуры пола встроенный датчик вот он входит в комплект поставки обратите внимание вот длина шнура самого термодатчика в этом случае 2 метра это очень удобно то есть мы можем встроить его в стяжку для управления теплым полом так как нам будет удобно в этом случае мы должны поставить датчик температуры поверхности пола если этого заранее не сделать то будет не очень понятно каким образом работать система отопления представьте вы управляете электрическими теплыми полами а датчик срабатывает на температуру воздуха внутри помещения но у вас температура воздуха помещения может определяться не только электрическим теплым полом например а и конвекторами также и будет не очень понятно как он работает равно как и наоборот если мы поставим датчик температуры пола встроены да и мы его при этом не подключаем к терморегулятору нам не нужен управляем электрическими конвекторами не очень будет понятно, как прибор работает. Поэтому сразу мы должны определиться, чем мы управляем, какими нагрузками, с помощью какого датчика. Также комплекты поставки. У нас есть вот такая выносная клемма заземления. Заземление, понятно, что это обеспечение нашей электробезопасности. Поскольку сенсорный дисплей у этого терморегулятора, в комплект поставки входит такая фетровая тряпочка, чтобы мы могли наводить порядок, чтобы наш дисплей всегда выглядел аккуратно. Датчик температуры воздуха. Кроме того, мы рекомендуем гофротрубу заглушать для того, чтобы наша смесь, которую мы используем для создания стяжки, не проникала внутрь датчика и не воздействовала на него. Погрешности, которые мы при этом получим, они будут очень небольшие. Они будут вполне в пределах погрешности работы терморегулятора. Датчик нужно укладывать на уровне петель электрического либо водяного теплого пола. И располагать его нужно между петлями. С одной стороны, это момент очевидный, чтобы у нас происходил равномерный прогрев, чтобы у нас не происходило срабатывание терморегулятора тогда, когда у нас термодатчик попал непосредственно в петлю теплого пола. С другой стороны, обращений и таких вопросов на эту тему достаточно много, поэтому оговоримся об этом. Плюс термодатчик не нужно располагать очень близко к стене. Благо длина шнура 2 метра нам вполне позволяет расположить его между петлями немножко на удалении от стены на середину петли. Это будет просто идеальный вариант. Если говорить о монтаже самого терморегулятора, то вот видно габаритный размер. У него как у механизма обычного электроустановочного изделия. И для его монтажа мы можем использовать обычную монтажную коробку. Не нужно использовать какую-то специально утопленную коробку. Достаточно будет обычной. Крепление к монтажной коробке осуществляется так же, как крепление суппорта, допустим, розетки или выключателя. Суппорт в этом случае металлический. Крепление будет достаточно надежным. Дальше мы подключаем термодатчик, подключаем питание и подключаем контуры электрического теплого пола, либо сервопривод водяных теплых полов. После того, как мы все подключили, после этого мы одеваем просто на разъем сенсорный экран. Одеваем до характерного щелчка. После этого наш терморегулятор готов к первичному запуску и готов к внесению всех необходимых настроек. Говорим о первом запуске терморегулятора. Вот у нас терморегулятор. Мы уже подключили к нему питание, он готов к работе. Дальше. Долгое нажатие на клавишу включения-выключения позволяет нам вывести терморегулятор из спящего режима. И вот теперь мы можем с помощью клавиш плюс и минус задавать необходимую нам температуру поддержания. Вот, например, плюс 25 градусов. Если мы не будем ничего сейчас делать, то примерно там через 30-40 секунд наш терморегулятор уйдет в спящий режим. Мы специально создали спящий режим, в котором не будет показываться никакая температура, для того, чтобы этот терморегулятор не интересовал маленьких деток. Ну, представляете, как здорово терморегулятор смотрится на стене, когда на нем есть какие-то циферки, когда что-то можно понажимать. Это же очень здорово. Поэтому маленькие дети, они начинают им щелкать, начинают играть, начинают запускать наши электрические теплые полы или наши электрические конвекторы, не дай бог, большая мощность, больше энергопотребления. Нам это совершенно ни к чему. Поэтому вот терморегулятор сейчас отключился, он ушел в спящий режим, он больше не привлекает внимание детей. Обратите внимание, когда мы запустили терморегулятор, вот эта клавиша, она была голубого цвета. Это говорит о том, что обогрев не шел. После того, как я задала большую температуру поддержания, 25 градусов, клавиша стала красного цвета. Это обозначает, что терморегулятор в данный момент начинается электрообогрев. Если я сделаю короткое нажатие, а не долгое, то я выйду не в режим настроек, а просто покажу, какая в данный момент у меня температура на поверхности теплого пола, либо какая у меня температура воздуха в данный момент, если мы выбрали изначально датчик температуры воздуха. Короткое нажатие, 23 градуса температура поверхности в данный момент. Если я сделаю длинное нажатие, в этом случае я уйду в режим программирования. В режиме программирования у нас есть еще одна интересная клавиша, вот такое сердечко. Сердечко это выбор режима любимая температура. Я могу заполнить температуру, ну, допустим, здесь у меня было 26 градусов, долгим нажатием. И дальше как бы не баловались наши дети. И чтобы они здесь не задавали, я могу в режиме программирования коротким нажатием на сердечко вернуться к той температуре, которую я запомнила как любимую. На мой взгляд, это очень удобно. Если мы здесь что-то нащелкали, непонятно, что происходит, и мы хотим сделать сброс до заводских настроек. В этом случае мы должны одновременно нажать на сердечко и на минус. Терморегулятор пискнул характерным образом. Пошли настройки. Заводские настройки — это что такое? Заводские настройки терморегулятора — это 20 градусов температура поддержания и плюс 28 градусов любимая температура. Таким образом мы осуществляем настройку терморегулятора в ручном режиме. И дальше мы поговорим о том, каким образом использовать полный функционал этого устройства и каким образом управлять им со смартфона. Это уже, на мой взгляд, гораздо более интересная вещь, поскольку это позволяет использовать все функции программируемого режима терморегулятора и автоматического управления нашими нагрузками, связанными с системой отопления. А теперь рассмотрим второй вид управления данным терморегулятором. Первый мы рассматривали с вами ручной режим, и его работа, по сути, напоминала любой аналоговый терморегулятор. Смотрим второй вариант — это программируемый режим. В программируемом режиме что нам необходимо? Мы сможем реализовать с вами управление со смартфона, и первое, что нам нужно — это поставить на наш смартфон соответствующее программное обеспечение. Мы можем поставить программное обеспечение SST Cloud. SST Cloud можно скачать либо в App Store, либо в Google Play, в зависимости от того, какая операционная система у вашего смартфона. Поставили его на телефон, дальше производим настройку. Первое, что мы должны сделать — это проверить, подключен ли наш смартфон к Wi-Fi-сети. Wi-Fi-сеть должна быть с частотой 2,4 ГГц. При этом мобильную передачу данных мы должны отключить. После этого мы обращаемся к нашему терморегулятору. На терморегуляторе мы уходим в режим программирования задания настроек долгим нажатием на кнопку включения-выключения. После этого будем настройку делать в режиме Smart Config. Все это описано в нашей инструкции. Мы нажимаем одновременно на кнопку включения-выключения и плюс долгим нажатием. Мы в режиме Smart Config. SST буквы появились на экране. После этого заходим на наш телефон. Кликаем на добавление устройства. Уходим в режим Smart Config. Задаем имя сети. Ну, например, в моем случае там имя сети такой-то, пароль такой-то, щелкаем на подключить. Дальше настройка идет в автоматическом режиме. Наш смартфон соединяется с терморегулятором. Ну и, в принципе, все. На этом процесс настройки завершен. Что мы можем делать дальше? Уже на самом смартфоне мы можем задать для рабочего дня отдельно и для выходного дня отдельно два интервала, в которые у нас будет происходить обогрев. При этом мы задаем температуру экономии отдельно и температуру комфорта отдельно. Ну, например, вот у меня на моем домашнем терморегуляторе сейчас температура экономии 22 градуса, температура комфорта 26 градусов. В рабочий день у меня свои интервалы, в выходной день у меня свои интервалы. То есть такой вид управления терморегулятором программированным позволит мне экономить электроэнергию и не осуществлять обогрев, в моем случае это электрические теплые полы, в то время, когда ни меня, ни моих домашних нет дома. Кроме этого, в этом программном обеспечении я могу осуществить интересную настройку. Она уникальна именно для данного прибора. Я могу выбрать датчик управления теплыми полами, выносной термодатчик стороннего производителя. Это будет полезно тогда, когда у меня уже стоял какой-то терморегулятор, и я решила его просто поменять на более современный. Например, у меня стоял старый аналоговый терморегулятор, я решила поменять его на программируемый. Это здорово, хорошая идея. Но при этом, ведь выносной датчик теплого пола у меня был уже замурован стяжку. Даже если он установлен в гофротурбе, вытащить его и поместить вместо него новый датчик — это отдельная серьезная задача. И решать бы ее, честно говоря, мне не хотелось. Так вот, в этом программном обеспечении есть такая функция, когда мы можем задать просто другого производителя датчика, либо выбрать удельное сопротивление этого производителя, поскольку оно характерно для каждого производителя. Выбрали термодатчик, подключились к нему, и программное обеспечение будет корректировать то удельное сопротивление датчика, которым я буду подключена в данный момент. То есть мой терморегулятор со сторонним датчиком будет работать корректно. Это очень интересная фишка. На самом деле, я не знаю, есть ли она у кого-то еще на рынке, кроме вот такого терморегулятора. Ну и в завершение давайте подведем какие-то итоги. Все терморегуляторы используются для управления системой отопления. Какой нужны именно вам, выбирайте сами, в зависимости от вашего бюджета и в зависимости от необходимости управления тем или иным видом системы электрообогрева. Если вы управляете конвекторами, подбирайте датчик, который будет работать по температуре воздуха. Если вы управляете теплыми полами, выбирайте терморегулятор с выносным термодатчиком. Ну и все, всем успеха! Понравился ролик? Ставьте лайк. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на Форум Хаус. И мы всегда рады вашим комментариям. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!